Господи, Син, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбых невинам, и Господи, Син, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. 2 июля. Память святого Иоанна Шанхайского, святителя Шанхайского и Сан-Франциского. Его житие очень потрясающе. Не уместить в рамки нашей передачи, поэтому просто заметочка. Прочитать житие Иоанна Шанхайского, еще раз вникнуть в этого нашего современника, который во второй половине прошлого века жил, служил и отошел в Царствие Божье. Ну а мы, оставшиеся здесь на земле, держимся за его мантию, благодаря тому, что он является небесным покровителем службы добровольцев. Служба добровольцев в Москве и Екатеринбурге носит название в честь святителя Иоанна. Ну просто потому, что он сам был добровольцем, сам очень часто приходил туда, где нужна помощь, в больницу, к бедным, к обиженным, к брошенным, оказавшимся в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах и решал с Божьей помощью их жизненные проблемы. Я хочу поздравить всех наших добровольцев и, в первую очередь, руководителя службы Анастасию, помощницу Елизавету, всех координаторов и многих-многих-многих и ныне находящихся в служении, которые потрудились и перешли в какое-то другое направление. Всех вас, дорогие мои, пусть Господь благословит за молитвы святителя Иоанна неутомимой ревностью, ревностью к стяжанию благодати Духа Святаго Божьего. Потому что изначально именно этот мотив побуждает человека. Он может его не осознавать, не формулировать, он может у него просто есть какое-то желание сделать мир добрее, светлее, помочь детям или поддержать бездомных. Но в глубине всегда вот эта жажда, жажда прикоснуться к Богу, жажда свою душу привязать к Духу Святому. И на самом деле так оно и происходит. Любое доброе дело, которое человек совершает бескорыстно, ни на показ, ни в соцсоревновании, ни для того, чтобы его на доску почета повесили, а по велению сердца расширяет его душу и дает возможность Богу к этому сердцу прикасаться. Наши добровольцы — это огромное, дорогое, очень большое сокровище. Это золотой прииск, на котором золото, самородки намываются и для церкви, и для службы милосердия, для служения любви. И помню историю, когда пришла одна молодая женщина и прям ощущалась и по ее вопросам, и по ее глазам, и по ее анкете. Вот эта готовность, готовность послужить. И как-то после собеседования я подсказал Анастасии, ну приглядитесь к Анастасии, я тоже зовут Анастасии. И через какое-то время она стала помогать в службе добровольцев, ну потому что ее рабочее время позволяло какую-то часть уделять на добровольчество. Потом, когда первая Анастасия ушла в декрет, вторая Анастасия стала первой и стала руководить службой добровольцев. И вместе с этим развивать такое направление, православный клуб встречи для желающих создать свою семью. Два человека как-то включились в этот процесс, Ирина и Анастасия. И прям запустили, перезапустили еженедельно стали встречи. Встречи с батюшками, встречи с психологами, совместные поездки, какие-то мероприятия. И потом через какое-то время, буквально через 3-4 месяца, одна с другой приходят и говорят, батюшка, благословите, мы тут собрались подружить. Вот тут есть молодой человек, один, другой, другой, благословите. Ну, как-то встретились с молодыми людьми, обговорили какие-то условия этой дружбы. Ну, так, чтобы глупости не наделать, чтобы были какие-то определенные правила безопасности. Ну, лишних вольностей не допускать. И когда прошло полгодика, вдруг у обоих возникло твердое желание в уме и в памяти с этими людьми каждый пройти земной путь. И юноши, главное, что характерно, согласились. Ну, а для дорогих людей всегда хочется подарить подарок. Ну, и у священника у него какой-то особенный способ дарить подарки. Ну, вот на Святую Троицу в этом году, 20 июня, родились две малые церкви. В день рождения церкви родились малые церкви. У Анастасии с Павлом и у Ирины с Александром. Пусть Господь их благословит. Но я хочу заострить внимание на том, что у обоих вот их желание создать семью, оно сопровождалось конкретными действиями. То есть человек не просто сидел у окошечка и за занавесочку выглядывал, где там он на белом коне. А пришли и предложили, и включились, и кому-то помогли. И Господь, видя, что они свои желания подтверждают своими действиями, Он их благословил. Дай Бог долгой, мирной, радостной и спасительной жизни в браке. Ну, а всех добровольцев еще раз с днем памяти святителя Анашанхайского. Помогай нам всем, Господь! Господь, сил, помилуй нас!